Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания Ребята, всем привет! Сегодня выходной день. Еду к подписчику встречать подписчика с Перми Ивана на скане. Созвонились, он у меня тут в Челябинске, в гостях. Грубо говоря, приехал на пятерочку. Сейчас вот я еду тут же. Улица Радоневская, кто узнал? Убитая. Сейчас встретимся, поболтаем. Обсудим, что как вообще, как люди работают, как живут. Ну и все такое. Хорошо, смотрите дальше. Так, ребята, вот она, наш подписчик на скамеечке. Такой вот аппарат. Здорово! Так, погоди. Я тут с папараццией. Да, какой срач? Здорово! Так, оба! Вот, вот это аппарат. Ну рассказывай, я к тебе... У тебя есть чай? Что есть? О, я тебе тут пирожок привез. С кофейком попить. С чайком. С чайком. Ну, я кофеек взял. Вот такая, ребята, скания. Расскажи нам, Иван, чуть-чуть, ребятам про эту сканию. Многие, наверное, мечтают о ней. А ты уже гоняешь. Древняя скания. Древняя, ну, клевая. Кстати, я пару раз сидел в такой, но мне казалось, она больше. А здесь... А, у нее высокая, по-моему, была. Есть же с высокой? Скворечник. Какой-то, да, стоял. Ну, круто. О, чайник такой же, как у меня. Он, наверное, у всех такой. Он самый дешевый, потому что... Бай, ты синише кабину? А, нифига себе. О, обдувка. Классная вещь. Ладно, мы сейчас попьем, короче, чай и кофе, а потом еще что-нибудь вам поснимаем. Пока. Вот он стоит, владелец этого аппарата. Скания 113. Как? Просто 113? 113. Не, а там есть еще буквы. Буков нету? В документах морка стоит. Такой мега-грузовик. Весь на пневме. Охрененная огромная кабина. Даже больше, наверное, чем у меня. Кузов. Кузов тоже такой же, как у меня. Все аккуратненько, ничего лишнего. Все на... Где-то потерял этот, да? У старого моделька, который с обнимал. Нифига. Да что ты говоришь резина? У тебя хорошая резина. Здесь подвескивается. Где? По краям. Ну, по конкуренту. Вот здесь? Здесь. А, блин. Вот это печально. Вот и передний, и задний. А протектор-то отличный. Там сборная столянка. У меня взорвались пару колес вот с такой же фигней. Вот тоже были. Инструментальный ящик. Все как... Да нет. Что, не твой коврик? Коврик. А, лестница твоя. А, лестница твоя? Коврик и мои. Ага. Забери себе, будь твой. Ворота. Супер, пойдем с другой стороны посмотрим. Бак на сколько, ты говорил? На 350. Блин. По-моему, на 300. У меня, потому что 400. Но они больше, этот, ниже. Так вот, автономка тут молотит. О, нормальный такой. Надо его обратно куда-нибудь в этот выводить. Чтобы еще грело, да? Двигатель, еще что-нибудь. Кабина. Да, вот, блин. Ну, она просто старая. Она стояла, видимо, это. Она, да, а может, просто долго стояла из-за этого. Но передолго, да, надо менять. Пневмоход перед, зад. Аппарат. Мощный, крутой бампер. Вот на чем надо было мне этот. Когда я в деловую врезался. Семья на нем врезался, наверное, от деловых бы ничего не осталось. Вот это уже нормальная резина. Хотя, да, потресканная. Движок турбо. Сколько кобыл? 360 кобыл. Ребята, огонь. Нормально. О, у тебя два ящика получается. Круто. Да не, аппарат. Аппарат вообще же классный, живой. Будешь продавать? Такая это... Такой аппарат нужен самому, да. Я вот тоже думаю, нет. Своего продавать тоже я, короче, передумал. Опа. Все, пошла выгрузка. Все, ты уже домой сейчас поедешь. Часа через три. Часа через три. Ну, уже поедешь. Только что выключилось. Так, попытка номер три. Еще раз. Погоди. О, вот так будет проще. О, надеюсь, наши лица будет видно. Хотя у тебя тоже слабо. О, так вообще нифига себе. Да будет свет, сказал, блин. Да. Короче, Ваня остается здесь. Его уже почти что выгрузили. Свет в этой машине, короче, дает о себе знать. Он уже приготовился ко сну у тебя. Свет, потому что на улице темно. Поэтому он говорит тебе, короче, ложись спать. Спокойной ночи. По-любому встретимся. Тогда ты мимо проехал? Да. Спел тебе только в рацию кликнуть. Да, у меня рация эта, косячная. Мне антенну надо сделать. Поэтому. Ладненько, давай, тебе удачи. Выгрузиться, счастливо, отдохнуть, доехать до дома. Нормально. Короче. Заезжай. Я, если что, буду заезжать. Так как я, я, нет. Я-то, в принципе, через Пермь собираюсь ехать. Так что еще, может, увидимся. Ладно, ребята, все. Погнал я. Так что. Все, пока. Пока-пока. Так, ребята, перемещаемся мы опять в машине. Загрузку сегодня я не взял. Сегодня понедельник. Второе число. Шуточки в сторону. Шуточки были вчера. Сегодня серьезно работаем. Откручиваем колесо. Как я говорил, у меня тут съедает по чуть-чуть корт. Поэтому надо поменять их местами. И вот так вот, ребята, выглядит человек, который имеет своего собственного мана. Итак. Откручиваем последнюю гайку. Хотя нет, все и открутил. Снимаем колесо. Прошприцуем как раз шкварня. Шкварцанем рулевую тягу. Сейчас помажем все гаечки, поменяем местами и поставим все обратно. Это видеосъемка. Будешь выкидывать, как колеса крутить? Учишь? Да, конечно. Серьезно снимаешь? Так, самый ответственный момент. Снимаем это чертовое колесо. Берем вот так монтажечку. Ребята, кто не знал, как не получилось. Еще раз вот так. Опа! Снизу. Сам колонок снизу. И снимаем. Так. Это колесо у нас пойдет на другую сторону. Так, ну вот, собственно, сейчас как раз подведем колодки, как пока удобно будет крутить и подводить. Колодки подведем. Посмотрим все резиночки, все сальнички. Все, мы посмотрим. Так. Какой-то из саленблоков, по-моему, вот этот вот меня обрякает. Сейчас все пошевелим с монтажечкой. Все посмотрим. Надо посмотреть, в каком состоянии у нас накладки колодок. Шприцаем вот эту вот штуку рулевую. Шкварня тоже все прошприцуем. Так, ну и пойдем уже на ту сторону, наверное. Так, вот видно, как от души я постарался. Набил смазочку, шкварней. Вверх. Видите? Низ. Рулевую тоже шприцанул. Она у меня, кстати, шприцуется. Это после того момента, когда мне их восстановили. Туда что-то закачали, врезали вот этот вот штуцер. И сейчас все эксприцуется. Сейчас так. Надо это сделать с той стороны аналогично. И ставить на место колеса. Вот так вот у нас откручивается переднее левое колесо. Сорвал все гайки. Осталась последняя гайка. И проворачивать начинает само колесо. Смотрите. Во-первых, оно так вот движется в ту сторону. Почему так? Так вот мы его выворачиваем. Пробуем. Опа. Ну чуть-чуть поддалось. Чуть-чуть. Оп. Готово. Все, теперь можно ставить домкрат. И домкратить. Так. Залазим под машину. Оп. Опа. Так. Ставим камеру. Камеру. Так. Ставим домкрат. Как-нибудь куда-нибудь. Тут везде лед. Блин. Очень печально, конечно. Здесь везде лед. Ну, постараемся. Чтоб не упало. Опасно, конечно. Ну, а что делать? Ничего не поделать. Все это очень опасно, ребята. Когда вот так вот еще под машиной лежишь. Вообще жесть. И главное, когда поднимаешь, смотреть на второй домкрат и слушать, не хрустит ли там что. Уже стрёмные. Слышите? Так. А, в принципе, я все поднял. Все. Видите? Колесо. Колесо оторвалось. Теперь главное выпрыгнуть. Как можно скорее. Чтобы если что, машина, когда будет падать, не зацепила. Так. Ну и все. А дальше по той же схеме откручиваем и снимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затягиваю гайки. И, ребята, я вот так вот, под своим весом. Вес у меня 70 килограмм. Поэтому затянуться долго должно нормально. Долго я затянул. Фух. Сейчас это затягиваю. Так вот. Потихонечку дотягиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, все, закончил. Я колеса поставил. Уже темно. Съемочка будет не видно. Подключил габаритные огни. Так как у меня провод отвалился когда-то, не помню еще. В начале зимы. В общем, все сейчас. Сзади горят габариты. Горит подсветка номера. И горят боковые габариты. Вот они. Самсунги. Они еще до сих пор горят. Правда, на той стороне один не горит. Дальше поменял, поменял, поменял. Все прошприцевал полностью. Все, что можно шприцевать, я прошприцевал. Сейчас закругляюсь. Вот так вот вам. Сейчас покажу туманки. Вот эти вот, как светят. Зацените. Так, снимаем. Две секунды. Раз. Две секунды. Два. Не знаю, как они будут на ходу светить. Так. Залазим. Баксы. Так. Вот так вот это должно быть. Включаются противотуманные фонари. Получаются те и вот эти. Ну, надо регулировать. Ребят, как вам? А та, по-моему, чуть выше. Эта, чуть ниже. Не знаю. Не могу ничего пока сказать. Это будет видно на дороге. Они светят как-то вот здесь. Но когда меня загрузят, надо регулировать на груженой машине. Ну, вот видите? Вот. Вот. Вот он. Светит вот здесь. Да? То есть по коленку. А этот светит колено и ниже. То есть, непонятно от чего это так зависит. Вроде они одинаковые, вроде все. Ну, в общем, будем регулировать все это на ходу. Вот эти туманки очень хорошо светят. Поэтому все. А потом вообще вот так вот, чтобы не поймать лишних камней, не разбить быстро стекла, хотя бы я покатаюсь вот так вот. Мне достаточно будет, если что, вон тех туманок. Поэтому, видите, они тоже светят. Все хорошо. Здесь вот не горит один габарит. Все. Выключаем. Так. Ну и в заключении ролика, ребята, все работает. Все шики-пуки, как говорится. Я уже тут собрал с собой вещей в рейс. Скоро новые видосики по рейсу. Так что ремонт ремонтом, а работать надо, рейсики нужны. Так что всем до скорой встречи. Обязательно увидимся. И пока.